Дорогая Церковь! И в присутствии Бога, как мы пели, когда человек приходит в присутствие Бога, проблемы тают. Когда мы видим Бога, когда Он здесь, мы понимаем, Бог действует. Сегодня первый адвент. Как вы видите, символически зажжена свеча. Чего мы ожидаем? Рождественский настрой или дух такой поднимается. При этом, что же именно ассоциируют люди с Рождеством? Сочельник или подарки к Рождеству, встреча с семьей. Обычно люди говорят, классно, наконец мы на Рождество встретимся с семьей. Кто-то ожидает рождественский рынок попасть туда. Что именно люди ассоциируют с духом Рождества? Время ожидания Рождества. И в то же время христиане ожидают второе пришествие Иисуса Христа. То есть адвент – это напоминание о рождении Христа, а также о втором пришествии Иисуса Христа. Как я уже сказал, сейчас даже в нашей стране, в нашем городе, если спросить людей, конечно, ожидания будут самые разные. Например, торговцы думают, как бы больше сбыть товара. Да, вот кто бизнесмен, да, они думают, так, на Рождество это же классная возможность. И там продается все, начиная с календарей рождественских кранцев, рождественских шоколад. Ну, вы понимаете, полностью все. И для них Рождество, ассоциация, адвент – это когда можно, ну, классно продать. Вот. Для других Рождество, и, как вы замечаете, это украшение домов, квартир разными гирляндами. На Рождество намного в это время, именно в рождественское время, многие зажигают намного больше свечек, покупают, зажигают, как вы видите, да. И они тоже ассоциируют это как-то с Рождеством. Все же самое главное, о чем мы сегодня хотим говорить, это о пришествии Иисуса Христа. Что Иисус Христос придет уже не как младенец на эту землю, а как Сын Божий, как Царь Царей, чтобы взять Церковь к себе. Я назвал проповедь «Будь готов». Я бы хотел с вами прочитать вместе текст, который говорит не о рождении Иисуса Христа, а о начале Его миссии. И перед тем, как Иисус Христос пришел или стал на свою миссию, Он послал Иоанна Крестителя, который был предвестник, который должен был приготовить путь. И мы читаем, у кого есть Библии, можете вместе со мной открыть, это Евангелие от Матфея с третьей главы, с первого стиха. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им по рождении Ехидны, «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Уже из секира при корне деревь лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою в житницах, а солому сожжет огнем неугасаемым. Итак, как я уже сказал, будь готов. Как выглядит такая подготовка? Первое. У Иоанна та же весть, что у Иисуса Христа. Как можно узнать, человек ли от Бога это или нет? Ну вот приходят люди и говорят «Я от Бога». А это очень просто, что человек-предвестник, он будет говорить те же слова, которые скажет позже царь. То есть мы должны понимать, что Иоанн пришел не от своего имени. Ему слова вложил уже Бог то, что он должен говорить к народу. И поэтому он начинает с этих слов. А если бы как бы касалось только Иоанна, и вот сказали бы, Иоанн, ты выбери, какие слова ты бы обратился сейчас к народу. Выбери содержание слов. Я уверен, что Иоанн не выбрал бы эти слова. Почему? Потому что зачем провоцировать людей, конфронтировать их с их проблемами, то можно как-то найти какие-то, знаете, такие слова в содержании, что всех погладить по головке, сказать «Вы классные», «Здорово, что мы все здесь собрались», «Все будет хорошо», «Будьте благословенны» и помолиться. Но Иоанн, как ни странно, мы читаем, у него было послание, и послание он не выбирал. Послание дается от Бога. То есть пророк, в принципе, он не имеет своего послания. Он говорит то, к чему Бог призывает. И здесь мы читаем, в те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Все очень просто. Главу позже, буквально чуть-чуть, в 4 главе 17 стиха мы читаем, с того времени Иисус начал проповедовать и говорит «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Теперь уже говорит сам Мессия эти же слова, что говорил Иоанн. То есть как узнать, например, проповедника от Бога он или нет? Очень просто. Те слова, которые говорил Иисус или то, что он учит из Библии, он от Бога. Потому что, по сути, проповедник не может взять газету и сказать «Друзья, знаете, давайте сегодня Библию оставим, я вам расскажу, давайте о политике. Давайте мы сейчас расскажем, как мы будем решать проблемы этого мира». Это не проповедник. Проповедник от Бога должен говорить слова, которые говорил Иисус. И поэтому мое задание сегодня – передавать те слова, которые написаны в Библии. И я понимаю, что кто-то может сказать «Андрей, ну, как бы, давай по-другому какой-то текст». Но мы, смотрите, читаем то, что стоит. И когда мы говорим, это удивительная вещь. С одной стороны, народ израильский ждал с огромным нетерпением, когда же придет Мессия. Но когда Мессия пришел, не странно ли, что многие его не приняли? Вот вы ждете, 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 а тут приходит Мессия, и люди не принимают его. Когда мы говорим о Рождестве, Адвент, это ничто другое, когда верующие ожидают. И надо разобраться, а чего мы ожидаем? Христа, подарков, классно покушать, с семьей пообщаться. Чего мы конкретно ожидаем? И поэтому, первое, у Иоанна была та же весть, что Христос говорил. Второе, покайтесь – это повеление. Вы уже, наверное, тоже слышали это изречение. Вера – это мое личное дело. Ты веришь, слава Богу, я сам себе верю. Что ты ко мне пристал? И нам кажется, что Бог, ну, знаете, так, где-то Он там, я здесь. Господь, ты оставь меня в покое. Я там уже с верой сам разберусь, куда мне ходить, во что верить. Нам кажется, что мы с Богом, Бога можем отодвинуть. Я хочу сказать следующее. Во-первых, когда мы говорим о Боге Библии, то Он является властелином всей Вселенной. Над всеми президентами, над всеми царями, над всеми богатыми. Не мировое правительство правит миром. Бог правит миром. И поэтому Он имеет суверенное право к каждому человеку повелевать. Ну, например, какое моральное право я имею повелевать своим детям? Они мои дети. Поэтому я могу сказать маленького, конечно, я сейчас сказать так, пожалуйста, Янис или там Данис, сделай это, или пойди туда. Я иногда даже не спрашиваю там, иди купи в магазин или убери комнату. Я не спрашиваю. Ну, если у тебя есть желание, если ты хочешь, есть повеление. Так, встаешь, идешь и делаешь. Вы скажете, а какое моральное право? Я родил его, я воспитываю его. Я понимаю, здесь есть границы, мы сейчас не об этом. Но, понимаете, к соседу я уже не могу так сказать, прийти так вот. У меня нету к нему взаимоотношений. Так вот, когда мы говорим о Боге, у Бога к каждому человеку есть это взаимоотношение, потому что Он дал тебе жизнь. Он использовал твоих родителей. Но жизнь дает Бог. И поэтому, когда мы говорим о покаянии, Бог повелевает не просто, ну, если хочешь, можешь покаяться, не хочешь, не кайся. Бог повелевает покаяться. Вообще, это странно. Вот представьте себе, я сейчас пришел бы в Корвайлер, вот, на площадь, и начал говорить. Собрал бы людей у нас в Корвайлере, и начал бы сразу без всякого там вступления, друзья, покайтесь. Ну, я думаю, как-то, может быть, где-то и странно бы выглядело. Смотрите, если там стоят наркоманы, алкоголики, ну, это понятно, да? Им надо каяться или нет? Надо. А тут выходят сотрудники с городской ратуши, с ратхауса. А тут мэр города стоит. А тут врачи, учителя, может, юрист стоит на площади. А что с ними делать? А им каяться надо? А вот здесь как-то, знаете, так трудно. Ну, ладно, там вот этим... У них проблема. А вот Иоанн стоит, понимаете, а вышел к нему, написано, весь Иерусалим, весь, имеется в виду, большинство. Из иудеев вышли люди, а там люди были разного сословия. И мне так хочется сказать, Иоанн, зачем напрягать людей? Зачем? Ну, как бы, ты осторожней будь. Там же люди, как бы, высшего сословия. Может, ты говоришь, кайся, а они скажут, а в чем нам каяться? Ну, ладно, там вот средний грешник. Знаете, ладно, мытари и грешницы, вот блудницы, понятно, им надо ко Христу идти, а остальным? И вот Иоанн понимает свою миссию, и он не боится людей. Он не боится, а что скажет там мэр города? А что скажет религиозная элита? Он понимает, а меня это мало интересует. Меня интересует вопрос, что Бог скажет. И поэтому он говорит об этом. Покайтесь. Это же самое говорил Павел в Деяния апостола в 17 главе, когда он попал в Афины. И там философы были умные, ну, греки, они всегда, тогда еще очень многие философы были, да, самые великие философы, помните, Аристотель, Сократ, это греки. Вот. То есть уже в то время Платон, они в то время очень умные, начитанные. И Павел тоже, когда он говорил, проповедовал, мы читаем 17 глава, 30 стих. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям, всем повсюду покаяться. То есть он не просто предлагает, ну, как бы, хочешь кайся, не хочешь не кайся, он повелевает. Когда мы говорим об этом, то мы должны понять, что сам Бог повелевает, это повелительная форма покаяться. Третье. Что же означает покаяние? Здесь с 2 стиха, опять мы возвращаемся в текст, Матфея 3 глава, и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, то есть Христос, о Котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь к Господу, прямыми сделайте стези Ему. Когда мы говорим о покаянии, есть составляющие покаяния. И первая составляющая о покаянии, это признание греха. То есть, когда человек может сказать, Господи, я грешен. человек может только в том каяться, в чем он осознает. Кто-нибудь из вас уже возмущался о грехах других людей? Наглость, обманули, подрезали, своровали, гневались, ругались, и ты смотришь, думаешь, ну ничего, ну вот это да. Да? Кто-нибудь, да? Было? Вот, вот, и мы можем даже как-то еще и какую-то, в какую-то их, так отодвинуть, ну, приписать. А вот вопрос теперь каждому из нас. А когда ты последний раз, смотря себе в глаза, в зеркало, говорил, какой я противный человек? Покаяние возможно только тогда, когда мы видим, я грешный. Я грешный. Здесь сидят женатые люди. Когда мы обещали свято любить своего супруга, а потом замечаем, слушай, а я не умею. Здесь сидят женщины, которые обещали подчиняться своим мужьям, ради Христа. А понимают, не могу. И вот смотрите, покаяние всегда возможно только, когда есть осознание греха. это первое. Я иногда удивляюсь, вы знаете, а, кстати, а детям нужно покаяние? Вот здесь взрослые сидят, а детям нужно покаяние? А вы знаете, а вы знаете, как дети иногда пяти-шести лет, вроде такие ангелочки, но когда они начинают за игрушку драться, там столько агрессии. Господи, кто вложил? Вот когда дерутся за игрушку, уже видели такое, да? Не у других, у своих детей. Я видел у своих, да? И ты думаешь, я же не учил, я же учил делиться. А вот здесь как раз проявление греха. И это нужно увидеть. Второе, это исповедание. Когда мы говорим, не в общем-то исповедуем грех, а конкретно. Ну, понимаете, можно же в общем-то, когда мы говорим, вы знаете, что все мы грешники? Да? Все мы грешники. Вот если человек говорит, пришел на покаяние, говорит, Господи, ты знаешь, что я, мы все грешники, прости меня, если я в чем-то согрешил. Как вы думаете, насколько такой человек видит свой грех? В такой молитве? Само слово «если я согрешил» подразумевает, что в принципе-то я нормальный. В принципе у меня чисто. Но если у меня здесь в комнате где-то пылинка есть, а ты на свалке живешь. Понимаете? И вот человек, который на свалке живет, если здесь пылинка есть, ну тогда как бы прости. Да все не так. И вот исповедание, оно так же конкретно. Кстати, когда шли люди, они исповедали свои грехи, называли «да, я грешник», «да, я грешник». Не другие «я грешник». Мы читаем, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И последнее, что касается к покаянию, то есть первое, осознание греха, исповедание греха и третье, оставление греха. Вот здесь как раз разница, разница часто между, когда люди говорят, я хожу на исповедь. Покаяние идет шаг дальше, написано «оставление греха». И это самый важный пункт, который показывает, покаялся человек или нет. Когда к Иисусу привели блудницу, взявшую в прелюбодеяние, мы читаем это в 8 главе от Иоанна, с 10 по 11 стих. И ее обвиняли, хотели побить камнями, Иисус говорит, «кто из вас без греха, первый брось камень». И дальше мы читаем, с 10 стиха, Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказала ей, «женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» И она отвечала, «никто, Господи». И Иисус сказал ей, «и я не осуждаю тебя». И вот теперь самое главное, «иди и впредь не греши». Когда человек кается, тогда это подразумевает, что он должен оставить грех. Ты не можешь сказать, «Господи, я воровал так себе». Прости, Господь. Выйти и на следующий день то же самое делать. Но тогда ты не покаялся. В чем твое покаяние? Покаяние подразумевает, что я осознал грех и оставляю его. Как-то Билли Грейм летел в самолете и там его, он очень знаменитый евангелист был, и там его узнал один, значит, далека, и говорит, а в самолетах раньше можно было еще попивать вино, пиво, алкоголь. Вот там мужичок уже подпил так чуть-чуть, уже так чуть-чуть пьяненький, вот, язычок разболтался. А Билли Грейм это вы, мистер, Билли Грейм это вы? Он говорит, да, я у вас покаялся когда-то. Он говорит, ну то-то и видно, что у меня, а не у Бога. То есть, понимаете, иногда человек может покаяться, но если он не оставляет грех, а пребывает в нем, это говорит, что в принципе там ничего не произошло. Покаяние означает то, что я признаю себя грешником, исповедую и оставляю грех. И теперь, смотрите, реакция на эту проповедь. Вот Иоанн же проповедует. И теперь реакция. Крещение и покаяние одной группы людей. То есть, эти люди сразу поняли, я грешный, мне нужно прощение. И с 5 стиха. Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. И вот здесь этот народ пошел и люди понимали. Кстати, они знали, что Иоанн, человек Божий, если вы помните, рождение Иоанна, его отец Захария был первосвященником. Священником, да? И когда он зашел в храм, и ангел ему сказал, что у тебя родится сын, он не поверил. И он стал немым до рождения. И написано, когда он родился, через на 8-й день было обрезание, и у него опять, он стал говорить, и люди, которые увидели, сказали, воистину, это человек Божий. И теперь этот Иоанн, который рос на глазах, проповедует. Конечно, люди понимают, он от Бога. Это человек от Бога. Вот почему люди стали выходить и исповедовать грехи. Вопрос к вам. Вот вспомни свое покаяние. Тебе легко было исповедовать, или была борьба, и тебе стыдно было? Вот кому было тяжело, неприятно, как выйти, сказать? Всем легко? Ну? Я помню, как, знаете, так кажется, если я сейчас выйду, что люди подумают? Я грешник. И, знаете, такая борьба, ты смотришь на людей, как-то, ну, неудобно, а как это? Понимаете, о чем я говорю? Ну, знаете, в чем парадокс? Все и так знают, что ты грешник. Ну, каждый грешник. Ну, понимаете, нету святых. И вот человек накручивает себе, но эти люди победили и сказали, я признаюсь, я скажу, я грешник. не нужно покаяния. Вы знаете, покаяние это самое святое. Мы иногда кажем, кажется, ну, вот опять напрягают нас, опять в чем-то каяться. Но покаяние это самый прекрасный процесс в жизни человека. Когда человек может плакать, сокрушаться, и он уходит, и у него есть слезы радости, он смотрит, и, знаете, какой-то такой груз ушел. Когда человек приходит с грузом, загруженный, ситуация плохая, жизнь не клеится, и человек, соприкасаясь с Богом, понимает, он решил мою проблему, он взял мой грех. Как если бы человек в мазуте был грязный, руки грязные весь. И вот что человек в этот момент хочет? Помыть руки. Да, кажется, ну, неприятно, когда свою машину проремонтировал, руки в мазуте, тебе кажется так, я сейчас, заходишь в квартиру, прикоснуться нигде невозможно, быстрее к раннику. Вы скажете, ну, это процесс такой, знаете, опять мыть руки, опять. Но, в принципе, мы же понимаем, что это прекрасно, когда человек может отмыть, и опять я чистый. Я не могу понять, когда люди не каются, как бы, вы знаете, мы же руки все, мы же приличные, порядочные. А когда человек душу свою не омывает, что там? Понимаете, как важно приходить к Богу? Господи, мы так нуждаемся в Тебе, очищай, очищай мое сердце. Теперь, это крещение и покаяние одной группы людей. Но здесь есть реакция другой группы людей на эту проповедь. Вот эти люди тоже хотели креститься, и они, знаете, так под массу всех, ну, как-то все пошли, и они тоже идут. И вот здесь написано 7 стих, увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал он, порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? И я так думаю, Иоанн, ну, как-то, себе крещение сейчас здесь на озере, и мы крестим, кто хочет креститься, я понимаю, у нас там подготовка, но представьте себе вот эту ситуацию, кто хочет креститься, и тут очередь, мы с славой крестим, и к некоторым он говорит, так, подожди, порождение ехидны, к некоторым, кто тебе, не буду тебя крестить, кто тебе, вот то, что он говорит, да, сказал им, порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева, вы скажете, Андрей, ты что, как ты сможешь сказать это людям, это же, ты же унизил их, понимаете, о чем я говорю, как сказать человеку вот такие вещи, но Иоанн был исполнен Святого Духа, и он видел, что с этими людьми что-то не так, что есть вот такая религиозная форма, но они не каются, фарисеи в свое время это были религиозные люди, в чем была их проблема, они свою религиозность показывали внешне, вы знаете, например, руки мыли, это закон был, о, не помытыми руками, это грех, если покушать, лавочки протирали, принародно молились на углах, были самоправедны и при этом лицемеры, вот приходит такой фарисей и тоже молится, Господи, прости меня, если я в чем-то согрешу, и понимает, а мне это кается не в чем, Иоанн слышит это и понимает, а как, как ему, он же не кается, а саддукеи, это тоже интересная группа людей, саддукеи принадлежали к высшим слоям общества и были религиозными скептиками, которые отвергали основополагающие учения Библии, как воскресение мертвых, существование ангелов, бессмертность души и суд Божий, который грядет, то есть, в принципе, они были религиозными атеистами, поэтому, когда Иисус Христос говорил с саддукеями, Он говорит, вы ошибаетесь, они не верили, что душа бессмертна, и вот эти люди пришли и сказали, а мы тоже хотим креститься, Иисус говорит, не, Иоанн креститель говорит, нет, я не могу вас крестить, однажды президента Лукашенко спросили о его вере в Бога, верит ли он в Бога и к кому он принадлежит. Он сказал, я православный атеист. Вдумайтесь в эти слова, это полная глупость, как если бы сказать это на круглый предмет, круглый квадрат, так подожди, или круглый, или квадрат, то есть, но в принципе, вот то, что Серик сегодня сказал, он отображает мышление многих людей, славян, нас здесь, мы живем практически вот в таком, в таком, в такой ситуации, когда люди как бы считают себя принадлежащие какой-то конфессии, если спросить, например, ну, православный, это значит, ты имеешь право славить Бога, это же здорово, да, но в чем, в чем проблема, то есть, когда люди внешне совершают какие-то ритуалы, свечку поставят, пойти помолиться, но в душе человек может оставаться полностью безбожный, и ему Бог не нужен, когда мы в 88-м году приехали в Германию, я просто, я в шоке был, потому что мы приехали со страны, где вера вообще, ну, атеистическая страна, сейчас много поменялось, вот мы приезжаем, первое мое впечатление на Рождество, я думал, вся страна верит, ты заходишь в магазины, рождественские песни, помните, сейчас их меньше стало в магазинах, сейчас как бы поменялась ситуация, в магазинах, в продуктовых, в других, универмагах, рождественские песни, тихая ночь, все так украшено, я реально думал, я попал в страну верующих, ну, Господи, да здесь и кается некому, так они все верующие, пока я не понял, что в принципе это религиозный атеизм, то есть внешне мы видим, люди говорят, да, мы католики, мы даже в евангелическую, кто-то в католическую, но когда ты спрашиваешь, а ты Библию читаешь, ты в Библию веришь, не, а кто же ее написал, это же люди понаписали, и ты понимаешь, люди вообще не верят, и не хотят ни читать, никак, и ты понимаешь, вот это состояние людей, кстати, вот поэтому он сказал, Иоанн, а как крестить таких людей, если в душе они атеисты, то есть отвергающие Бога, и живут безбожной жизнью, поэтому сами ритуалы ни к чему не ведут, вот почему человек должен покаяться, и восьмой стих здесь написано, сотворите же достойный плод покаяния, и он говорит этим людям, я так думаю, насколько смел был Иоанн, который сказал этим людям, вышестоящим, а это была религиозная элита, как если бы я сейчас сказал в нашем городе, вот мэр города собрался, все там политики, сказал, так сотворите достойный плод покаяния, я бы сказал, Андрей, ты что, пастор Андрей, вы знаете, кто мы такие, я-то знаю, а вы знаете, перед кем вам нужно покаяться, Бог призывает к покаянию, и покаяние всегда несет плод, когда мы здесь говорим, люди выходят каяться, и мы радуемся, но каждый из нас понимает, если кто-то пил или был зависимый, мы же понимаем, что если он покаялся, теперь мы верим, что он освободится, то есть невозможно покаяться и выйти зубами в сигаретах дальше, сказать, я покаялся, мы говорим, что-то здесь, но не то, и не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму, а Иоанн, он просмотрел, прощелкал их в сердце, он понимал, знаете, еврейский народ же особенный народ, это Божий народ, и знаете, они-то сразу каются, так подожди, а ты знаешь, что наш папа Авраам, то есть они прикрывались Авраамом, и Иоанн сразу знал, они будут к этому уклонить, и он говорит, подождите, что ваш папа Авраам, это неплохо, но это не спасет вас, я всегда удивляюсь, как некоторые, когда спрашиваешь, а ты верующий, а у меня дедушка был верующий, а у меня папа пастор, ну и что, а у меня брат там, вы знаете, какой он святой был, прекрасно за брата, и за дедушку, и за отца, за верующих, но тебе это как помогает, никак, понимаете, как я не могу покушать, если я скажу, Кость, покушай за Аню, тогда ей не надо кушать, мы скажем, мы понимаем, что это шутка, но в принципе, если мы скажем, ну я серьезно же покушал за тебя, чуть больше, напрекся, да, хорошо, что ты там прекся, но, а я-то голодный остался, понимаете, вот так и с верой, у меня брат верующий, у меня там тот, прекрасно, а ты, вот ты и Бог, а ты веришь, а ты каялся, понимаете, не думайте говорить в себе, то есть, не надо ссылаться на религиозные какие-то там, а у меня там те верующие, или те, это все знакомо, то, что Богу нужно, твое взаимоотношение, уже и секира, или топор, мы можем сказать, при корне деревьев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь, а, конечно же, здесь, здесь в Германии, не жгут так огонь, как раньше, где мы жили, например, каждую осень, обрезались деревья, кустарники на кучу, и поджигали огнем, естественный процесс, конечно, здесь Иоанн не говорит о растениях, речь идет о людях, что Бог однажды разделит людей, не принесящих плода, и тех, кто приносил плод, и поэтому он говорит, секира уже, то есть, Бог будет производить суд, вы скажете, ну, ну ладно-то, над таким низшим населением, а над интеллигентами, а над правителями этого мира, тоже, конечно, а у Бога разницы нету, Бог будет судить каждого человека, по его делам, и поэтому лопата его, в руке его, и он очистит гумно свою, и соберет пшеницу, в древние времена, когда собирали пшеницу, ждали, когда ее отсеет от плевел, то есть, здесь можно сказать пшеницу, и солома, или плевелы, да, то есть, подкидывали лопатой, и вот эта шелуха, она просто ветром уносилась, а пшеница тяжелая, она падала, и оставалась, то есть, вот это разделение было, и теперь, сам Бог говорит, что Бог сделает разделение, родные, мы сегодня празднуем адвент, адвент это напоминание, что Христос придет, реально, то есть, не просто как-то сказочно, реально придет на эту землю, и самый главный вопрос, а ты готов? А ты покаялся? И кто-то скажет, я уже покаялся, я тебе хочу сказать, слава Богу, это самое прекрасное, что мы можем сделать, если у тебя есть шалом, вот недавно я с соседкой говорил, и она, сейчас корона, очень прекрасная возможность свидетельствовать людям о Боге, и когда они говорят, ну, будь здоров, самое главное здоровье, и я здесь торможу, да, спасибо за ваше пожелание, но это не самое главное, самое главное иметь мир с Богом, с Иисусом Христом, не здоровье, я не хочу сказать, что здоровье не нужно, но здоровье не самое главное, можно здоровым человеком пойти в ад, и можно больным умереть и пойти в рай, поэтому самый главный вопрос, который нам нужно решить, Advent, мы готовимся к Рождеству, но в принципе не к 24, но мы спразднуем 24, и что, в принципе, мы готовимся ко встрече с Иисусом Христом, и сейчас мы будем молиться, я желаю каждому из вас, если у тебя есть мир со Христом, благодаря Его, как это здорово, Господь, ты дал мне шалом, я не боюсь будущего, я радуюсь, что ты придешь, это будет самый, самый торжественный момент, когда церковь увидит Иисуса Христа, а для тех, кто не примирился, это будет ужасный момент, потому что поняли, что поезд отошел, и поэтому сейчас у нас есть возможность, когда мы будем молиться, если кто-то не примирился со Христом, у тебя есть сегодня возможность сказать, Господи, а я хочу иметь этот шалом, прости меня, я нуждаюсь в тебе, аминь. Давайте встанем. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok